Сегодня будем говорить о мужском костюме, о том, как его носить, какие есть фишки. В общем, реально интересная тема для всех, кто носит костюм, делает бизнес, ходит на деловые встречи. Привет! Это Finance Boutique. Наш канал про бизнес-лайфстайл, которым живут реальные предприниматели. О том, какой бизнес можно вести за границей, о покупке недвижимости и инвестициях. Добро пожаловать! У нас вас ждет море премиального контента. Всем привет! Это Finance Boutique и Александр Никиенко. Куликов Дмитрий и Данил Джига. Данил, управляющий Вакон Сьют. Мы находимся в офисе в ателье в Смоленском, Пассажем. И сегодня будем говорить о мужском костюме, о том, как его носить, какие есть фишки. В общем, реально интересная тема для всех, кто носит костюм, делает бизнес, ходит на деловые встречи. Супер актуальный контент, поэтому устраивайтесь поудобнее. Сейчас у нас будет долгий и интересный диалог о мужском стиле. Данил, ну вот самый важный вопрос. Какой должен быть мужской костюм? Я сегодня одел костюм, специально не самый там, который на мне посажен хорошо, да? Просто я сейчас в своей комплекции в него влезаю. Это очень комфортно себя чувствую. Это отдельные брюки и отдельный, соответственно, пиджак. Вот что так, а что не так, да, на мне? Ну, все по цветам, по стилю. Все очень хорошо. Правильная водолазка, правильные брюки, правильные ботинки, платочек. Главное, если снять. Все, да, все, абсолютно верно. Здесь надо быть посмелее. В данном случае очень редко кто так экспериментирует, да, ну, есть, конечно. Но тенденция сегодня какая, что многие уходят в казуализацию, то есть все, даже некоторые банкиры, финансовая сфера уходят от галстуков, от костюмов, то есть перестают их каждый день одевать. Они одевают, но не каждый день. То есть они одевают просто пиджаки, там, водолазки, пловеры, там, полу в теплое время года, джинсы, кроссовки. Вот, мы в это уходим. Точнее, в мужская аудитория уходит. И, но в последние лет пять очень много появляется ателье, всяких портных, много компаний, кто занимается пошивом костюмов, потому что это намного рациональней. То есть на выходе получается правильное изделие, которое сидит хорошо. То есть человек получает то, что он хочет, ту ткань, которую он хочет, ту подкладку, которую он хочет, ту монограмму. То есть все подобное, оно очень правильно. Да, да, то есть персонализация, это очень важно. И главное посадка. То есть человеку удобно. В шитом костюме более удобно, нежели в готовом. Потому что готовый чаще всего его купили и ходят в нем. Но на самом деле, я уверен, что каждый готовый пиджак, либо костюм нужно подгонять, обращаться в ателье, и мало кто это делает. Вот, к примеру, что мне надо сейчас подогнать, вот как раз на примере. Нет, ну да, видно, что это готовый, не сшитый пиджак. Да, то есть хорошая ткань. Но здесь мы видим, что здесь вот эта пустота. Плечи. В объеме он окей, хорошо, все отлично. То есть меньше не надо? Ну, не нужно. Да, это плотная ткань, меньше я бы не советовал. Здесь главные плечи. То есть когда-то у тебя такая статная фигура, и тебе его надо на самом деле сделать более мягким. То есть тебе не нужны вот такие квадратные плечи, квадратные прямые резкие линии. То есть тебе надо все убрать здесь внутри. Вот это обратиться надо в ателье. И немножко уменьшить плечи. Также, дальше идем. Это длина рукава, очень длинные рукава. То есть здесь надо как минимум сантиметра четыре надо убрать. То есть правильная длина пиджака, когда ты... Ну, у меня вот эти рукава чуть-чуть коротковат. Сними поближе, чтобы понятно было, да? Да. Да, то есть когда поднимаешь, становишься прямо, поднимаешь кисть, и рукав дотрагивается кисти. Да, это вот самая правильная длина рукава. Вот так может, если готовый покупаешь, ты сразу чик, поднимаешь, смотришь, да. Не загибаешь пальцы, никакие косточки, никакие там кулаки, никакие там сантиметры. Просто кисть. Почему это? Потому что когда ты в движении все, ты не видишь, дальше ты опираешься в стол, то есть он аккуратно отрагивается. И не поднимает. Да, и не поднимает ничего. То есть здесь вот этот момент очень важен, что касается длины рукава. Ну, может быть, я бы еще чуть-чуть подрезал длину, но ничего, для двубортных это приемленно, чуть-чуть подлиняем. Ну, я держать, я рукава не резал, я просто как-то не успел и забыл. Да, очень-очень рекомендую это сделать. А вот про брюки. Брюки, значит, у тебя все по объему хорошо, только чуть, может быть, я... Хотя можно оставить длину, если вот так боком встанешь, чуть-чуть вот сзади, вот эта линия, она должна быть прямая. У тебя вот здесь есть гармошка. А, то есть надо еще коротко? Да, чуть-чуть можно, но не критично. Я когда режу брюки, мне все время ательер, который где я режу, зачем так коротко? Вот он, ты чего так коротко? Да, вообще стандартная длина это до середины задника. Не до каблука, а до середины задника. То есть середины задника ботинка? Да. Вот и еще один момент, это... Чем шире брюки, тем длиннее. Чем уже, тем короче. Узкие лучше короче, широкие лучше длиннее. Да, это вот такое правило повседневное. Сколько лет ношу костюмы, вроде эти тонкости знаю, но как бы что вот прям вот эта штука, да, там до середины ботинка, это что-то я мимо пропустил. Я основатель Family Office и финансового ботика. Если вы хотите привлечь инвестиции, то инвестор смотрит на такие показатели, как Net Profit Value, Payback Period, AERA, Cash Flow. Если вы впервые слышите эти слова, то это все мультипликаторы финансовой модели. А если вам нужна финансовая модель, пишите мне. Данил, подскажи, как там, если пуговицы, рукава, ласканы, какие они должны быть, на что обращать внимание? Я сейчас вот покажу варианты. Основные это... Три. Значит, вот... Давай начнем с стандартного. Значит, стандартный прямой ласкан. Обычной ширины. То есть есть... Следующий, это вот широкий ласкан. Он на один сантиметр. Это стандартный. Вот этот чуть пошире. Стандартный, это для классических пиджаков, костюмов. Но они одинаковые, да? По форме одинаковые, да. На полинейке. Да, вот это... Тоже... Это модный, да? Это называется пик лапел. То есть заостренный ласкан. Он более, да, как ты сказал, модный считается, но... Но на работу вот в таком можно? Да, вполне, конечно. Любой вариант. Любой вариант. Он для вечера, и для... Да. Есть момент еще узкий. Нет, к сожалению, узкого нет, потому что узкого мы не шьем. А знаешь, считаешь, что узкий это не очень прикольно? Не очень. В свое время, наверное, сейчас все фэшн бренды, такие как Габана, Гуччи, Прада, они вот часто делают узкие... Ну, в основном делают узкие ласкан. То есть это фишка фэшн брендов. И к классике это вообще никакого отношения не имеет. Но, если у человека комплекция худой, небольшого роста, то есть, ну, такой мальчишка, да, либо там молодые ребята, там 15, 16, 17 лет, там выпускники школы, вот для их комплекции, в принципе, узкий будет хорошо. Узкий это такой более, я считаю, вечерний вариант, можно так сказать. То есть, вы хотите. Понятно, потому что все модели худые, вот они высокие, вот они шлюют узкие. Да, ну, очень смешно смотрится, когда статный такой мужчина, да, одевает узкий ласкан, и он кажется каким-то таким, ну, немножко что-то не пилотом. То есть, если мне нужно уменьшиться, то нужно узкий, если мне нужно расшириться, то нужно расшириться. Совершенно верно. Вот я ношу все, вот как я худой товарищ, стройный, это сказал, или, как мой отец говорит, элегантный. И я считаю, что заказывают широкие. То есть, они визуально тебя чуть-чуть расширяют. Вот, что касается ласканок. Так, что у нас на последующем вопросе? От пугольки, да. А, от пугольки, да. Значит, стандартный вариант пиджака идет на двух пугольцах, да. Я только раньше на трех все носили, какие-то пережили. Да, это вот отголоски СССР, то есть, вообще, тоже отголоски 20 века, я бы сказал. Потому что, ну, все пиджаки, вообще вся классическая одежда, она пришла из военной темы. Военная тема, в основном, точнее, высоко были мандиры застегнутые. Там, на трех, на четырех пугольцах, на пяти пугольцах, да. Вот, все по-разному. Вот. Сейчас мы пришли к двум, и, в принципе, это такой самый оптимальный вариант. Есть, вот как здесь, две с половиной пугольцы. Нет, это такое. Это такой... Это спрятая пугольца, да. Да, это... Ну, есть третья пугольца, но она не имеет никакой функциональной нагрузки. То есть, она для, так как, для дизайна. Это такой южно-итальянский вариант пиджака. То есть, в данном случае, здесь мягкое плечо, две с половиной пугольцы, и... Видно, что очень мягкое, да? Да, ну, сейчас... Потом, ну... Должны не расстегиваться или нет? Пугольцы? Да, вот интересно. Ну, нижняя пугольца, это не всегда расстегнутая. Это затея. Рукав, да. Рукав. Петли, да, петли... Если вы шеете пиджак где-то, да, то просите, чтобы открывали вам петли, потому что это показатели хорошего пиджака, костюма. То есть, это такая... А вот еще такой момент, все, вот, как бы, последние, там, тенденции, или, там, везде, там, смотришь, картинки, и везде написано, что вот эту пуговицу нужно всегда, там, застегивать, она должна быть в пиджаке, всегда застегнутая. То есть, это... Всегда, если тебе... Вот, если, например, вот я, там, мы на конгрессе были, то есть, ну, мне некомфортно ходить, все время застегиваться. Не ходить надо в растягивание. В растягивание. В растягивание, это когда, ну, какая-то официальная съемка, допустим, я не знаю, там, официальный выход куда-то, там, на вручение медалей. А, то есть, если я выхожу на сцену, то я должна быть застегнут? Да, да, да. А если я просто где-то, просто гуляю в помещении, там, на конференции, мы общаемся, так это можно быть в растягивании, свободно. Ну, вот видите, правил. Оказывается, в интернете есть правила. Очень много, кстати, за последние несколько лет, ну, сколько, за пять лет, я споров всегда слышал, там, вот, в моде, а этот галстук уже не в моде. А у меня есть галстук, он там, я не знаю, он еще с выпускного, у меня такой узкий, с красным дракон, черный, с красной вышивкой дракона. Вот его можно куда-нибудь одеть? Ну, там, где имеет он место быть, то есть, если что-то связано с Азией, допустим, на презентацию Samsung, либо нового Hyundai, пожалуйста, приходите, вас заценят это. То есть, на это обратят внимание. Конечно, это, это как бы, ну, раскроет вас и скажет, о, слушай, классный галстук, всему есть свое место. На нашем канале я часто говорю про бизнес, потому что я сам бизнесмен, являюсь предпринимателем и веду ряд бизнес-проектов. Один из них это агентство, диджитал-агентство-запускатор. Наши сильные стороны это запуск бизнес-процессов, инвестиционная упаковка, пиар и маркетинговая стратегия в диджитал и выход на зарубежные рынки. У нас есть десятки успешных кейсов и опыт работы по всему миру. За стратегическим маркетингом и инвестиционной упаковкой пишите мне. Чего летом носить, что зимой, из чего не должен вообще костюм быть? То есть, есть ткани универсальные, которые можно носить круглый год. То есть, у них показатель. У каждой ткани есть свой вес. А есть образец? Да, я все покажу. Есть свой вес и... Естественно, мы каждый любим лоропьяно. Лоропьяно это основной поставщик всех. Во всем уровне вообще. Ну, бронелло, у них разные поставщики, но лоропьяно это специализируется по костюмным тканям. Ага, они прямо мануфактура тканей. Да, очень-очень крутая. То есть, это топовая мировая компания. Вот. Значит... Учета из них, получается? Ну, да, в основном. То есть, у нас где-то около 5-6 производителей. И, значит, есть разная плотность. То есть, если вот 250 грамм, 250 грамм весит 1 метр. Квадратный метр весит 250 грамм. То есть, вот эта громовка, это самое универсальное. Его можно носить зимой или летом. Это шерсть и шелк, да? Это... Нет, это классическая. Это стопроцентная шерсть, кручение 150. То есть, есть... Ага, сейчас что значит, кручение 150? Ну, это такая аббревиатура. Ее ввели там где-то в 70-х. Но чем тоньше, чем выше этот показатель, тем дороже ткань. Ага, понятно. Вот. И... Потому что технологически, чем тоненькую нить, очень сложно... Ну, чем тоньше, тем сложнее делать. Плотность повышается тем самым. Это вот оптимальная... Ну, и оптимальный для на каждый день костюм, скручение 110, 120, 130. 150 это такое уже, как бы, один раз в неделю можно одевать. Максимум. А почему? Ну, потому что он мнется, он более деликатный. То есть, эта ткань более деликатная. Ее... Ну, часто не нужно. Да, да, да. То есть, если у вас их 5, прекрасно. Носите каждый день. Да, носите каждый день. Вот, дальше есть... Значит, полегче. Показатель 210 грамм. Это как раз весна-лето. То есть, это... Ну, у всех производителей тканей вот этот показатель. То есть, 200 грамм. Это вот летняя ткань. А это был немножко шелк. Да. Это тоже лоропиано. Кручение шерсти здесь 170. Это еще выше, чем это. Это, соответственно, прайс. Очень деликатный, да? Да. То есть, его... Ну, прям, его очень приятно носить. Он мягкий, он такой... Ну, видно сразу визуально, что это дорогой костюм. То есть, допустим, если мы закажем из этой ткани, ну, обычно, допустим, серый, ну, многие не заценят эту ситуацию, да? То есть, из... Да, да. Не вор, и она, ну, похожа. То есть, а вот эту ткань, ее сразу увидят. То есть, если костюм из этого... То есть, если костюм из этого шить, да. То есть, он подойдет? То есть, он подойдет стоит, кстати, такой? Ну, где-то будет 130-140 тысяч. А такой? Это тоже самое где-то. Ну, нет, это будет где-то 110-120 тысяч. То есть, плюс-минус 20 тысяч. Ну, то есть, как бы, если прийти в лоропьяно, такую цену ты там, как бы, не найдешь? Ну, вообще, у них, они не специализируются. То есть, ну, флагманские магазины, у них нет вообще костюмов. То есть, у них есть пиджаки, там, отдельно брюки, а костюмы они не представляют. Ну, вот, например, у нас же не все тут, кто нас смотрит, предприниматели, которые могут себе позволить костюм за 110 тысяч рублей. А вот есть... Ну, конечно, у нас есть. Это я показал, в принципе, такой, выше, выше... Выше, это высший пилотаж, да? Да, да. Ну, на самом деле, даже не высший. Смотря, как посмотреть на... Это очень крутые костюмы. Но есть еще круче. Есть еще круче. А какая максимальная цена? Ой, у нас есть вот тоже лоропьяно. Коллекция «Зенит». Вот, это очень дорогие. Это кручение 200. Здесь костюм где-то будет в среднем стоить 400-500 тысяч. У нас есть сезонные предложения. Здесь, как есть, и пиджачные ткани, и костюмные ткани. То есть, вот как раз вот получили новый сезон. Здесь прайс, естественно, меньше. Это лето, да? Да, это тканя была. Не могу объяснить это, но ощущения очень-таки приятные. Да, это вот... Прозрачная, да? Не прозрачная, нет. Она нормальной плотности, да. Это фабрика «Ферла». Она специализируется именно на таких интересных тканях, пиджачных, вот. Также есть костюмные варианты. И прайс здесь, ну, пиджаки где-то 50-60 тысяч, костюмы 70-80-90 там. Ну, до 100 тысяч. Это прекрасные будут ткани. Также есть в сезонных тканях, это «Лоропьяно». То есть, специально закупаются в большом количестве тканей от этой фабрики и продаем чешельно. Да. Насыщенный. Супер, супер, супер. Есть еще выбрать. Мы сномедием сверху ткани. Сейчас. Это прям просто... Вот, и учитывая сегодняшний рынок готовых костюмов, что предлагают разные бренды, то, в принципе, у всех такой же ценовой диапазон. От 50 до 100 тысяч. Но это готовый костюм. То есть, он будет, ну, не по фигуре. Это как минимум. Без персонализации. Вот. Здесь, конечно, кто начинает шить, тот уже к готовым не возвращается. Это 100%. Рекомендую. Кто никогда не шил, очень рекомендую. Попробуйте. Есть еще и бюджетные ткани. Там 40-50 тысяч. Но они все равно хорошие. То есть, у нас столько, да. У нас только Италия и Англия. Волд и Шерри. Ну, это может быть там либо старая коллекция, либо... Ну, да. Есть стоковая ткань, да. У нас каждый сезон уходит там минус 20% от прайса. Так что... Выбор есть. Главное желание. Ну, обычно просто все боятся экспериментировать. Ну, я думаю, это очень интересный опыт для... Особенно для молодых ребят. То есть, всем молодым ребятам, кто хочет что-то сделать хорошего в жизни, хороший пиджак и костюм, он вам поможет в этом. Я вам гарантирую. Ну, Данин, тебе какая плотность стоит? Это у меня фабрика Карла Барбера. Супер 130. То есть, этому костюму уже много лет, я его ношу. Хорошо, хорошо смотрится. Да, достаточно плотный такой. Да, да, да. Это вот оптимально. Я вот всегда себе вот эту плотность заказываю, и я ее ношу. А много лет это сколько? Много лет? Да. Ну, здесь не написано время. Ой, это Гурлак написано. А, Гурлак, прикольно, конечно, сделано. Я обычно себе на воротнике... Пишу дату. Ну, я думаю, в костюм где-то года 4, наверное. Ну вот, то есть, если один раз пошил, и можно его носить, то есть, получается, что... Да, да. Как пользоваться ноутбуком Apple. Да, да, да. Это не здесь всего 100%. 100%. Это... Прямо не пожалеете. Если бы вы эти ткани увидели, вообще с ума бы, наверное, сошли бы просто. Ну... Какие больше это... Нет, просто у нас, ну, магазины готовой одежды, они ограничивают нас. То есть, там же закупается определенное количество моделей, да, и цветов, и все. То есть, а у нас безграничная история. Так что вот так. Слушай, а я заметил у тебя желтые носки. Можно носить их? Вот я зеленые ношу там... Я ношу только яркие носки. А, ну, это нормально, да, то есть? Вот у меня вообще... Потому что черные скучно. Снял ли вам? Да. Но... Я вот сегодня почти за сговору надел синие носки, а так обычно, да. Есть правило. То есть, черный... Ну, темный костюм. То есть, мы выбираем носки либо под обувь, либо под брюки. То есть, есть светлый костюм, можно светлые носки. Но тоже здесь надо понимать. У меня есть красные с оленями. Смотрите. Очень хороший цвет, универсальный. Это бордовый цвет. Он подойдет под любой. Он всегда очень круто смотрится. Также красные носки. Это хороший сейчас тренд. Многие его придерживаются. Там, постмер тоже любит одевать. Я очень люблю красные. Я вот если строгий костюм одеваю, я одеваю красные носки. То есть, оно хорошо балансирует. Вместо красного галстука, допустим. Вот. И многие, допустим, я заметил, молодые предприниматели, когда выходят где-то что-то читать на сцену, там, проект раскрывать какое-то, да, предложение делать, они все приходят почему-то в красных галстуках. Очень часто. А это политическая модель? Да, то есть, не нужно его одевать. Это прям красный галстук могут носить, то есть, позволено и в соответствии этому галстуку, это президенты только. Реально. Ну, если ты президент компании крупной, без проблем, то есть, президент, да, то есть, это прям high-high level. То есть, если ты... Обычный sales, какого-то там junior level, не можешь носить красный галстук. Это мувитон, да? Да, не нужно. А костюм без галстука вообще носить можно? Ну, сегодня очень много, да. То есть, это уже не считается, что как-то нормально одеть костюм без галстука. Да, ну, смотри, IT-компании, конечно, без галстука, естественно. Без галстука. Финансово, если ты идешь к финансисту, ну, наверное, то есть, там, где есть, расход. Да, если ты идешь к юристу, ну, скорее всего, да, надо одеть галстук. То есть, надо зеркалить. То есть, успех в переговорах – это зеркало. То есть, ты должен понимать, к кому ты идешь, зачем ты идешь, и изучить должен человека. Хотя вот посмотреть, кто он? Роберт Челдинев там в книжке про психологию писал, что типа, вот у нас очень большой успех, хороших переговоров, если мы, да, ведем, ну, если мы похожи на наша, ну, не оппонента, а собеседника, да, тогда у нас большой успех того, что... Да, он сразу читает, это все читается, да. Это все читается и сразу позитивно располагает человек. То есть, как стартаперы любят приходить в кенгурухах и в уанных кроссовках – это не тема. В общем, нет. В общем, нет. Да, вообще нет. За деньгами приходят в кенгурухах, это нельзя. Как Хьюфер один раз в халате пришел к этому-то инвестору, ну, ему отказали. Это была, я знаю, эту историю, это было уже на этапе, когда у него все хорошо. Ну, да, да, да. Но все равно ему отказали. Ну, да, 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 сказали. Потому что неуважение. Какую вообще одежду можно одевать на вечер? Если вечером я иду на мероприятие, на вечернее, то есть смокинг, или можно одеть пиджак с джинсами. Ну, тема вообще, она такая очень непростая. То есть, если смокинг, то это должно быть в приглашении прописано, что там дресс-код Black Type. То есть, ты одеваешь смокинг, либо черный костюм, бабочка. У нас с Black Type есть вопросы, ну, именно в России, потому что не придерживаются этому стилю. Очень редко, когда встречаешь где-то мероприятие, и там все смокинг, очень редко. То есть, такое было пару раз. Вот. А так, в основном, синие костюмы, те же белая рубашка. Если... Все зависит от приглашения. Куда ты идешь? Там, если, например, в Большой театр, это... А если я иду без приглашения? Без приглашения, но... Ну, просто, я понял. Самый универсальный вариант, это темно-синий костюм, темно-темно-синий костюм, белая рубашка, и... можно без галстука, и беленький платок. А как он должен торчать, или там горизонтальным быть? Да. Значит, что можно сделать с платком? Вот, про который белый я сказал. Вот, допустим, я... Одену такой темно-синий пиджак. Про который ты говорил? Да. Допустим, вот такой максимально Midnight Blue ткань. То есть она... самая универсальная. Я хочу, наоборот, снять галстук. То есть... После... рабочего дня ты идешь на мероприятие. Коп, снимаешь галстук, расстегиваешь две пуговки. Если не было платочка, делаешь платочек. Можно просто засунуть, чтобы краешек торчал. Да, засунуешь краешек. То есть принципа особо такого нету, как его там мятым засунуть, два уголка. Нет, белый только так. А, белый только так. Да. Да. Если рассматривать там шелковый, либо там другую какую-то... Цветные можно как-то поинтереснее сложить. То есть платочек в этом плане он немножко официальность снимает. И так ты всегда сдержанно, аккуратно. И ты всегда будешь... А вот я могу, например, от классического костюма, ну вот от такого, да? Например, вот пиджак под джинсы одеть. Ну, такой конкретно... Подобный? Ну, можно, конечно, но только тоже, чтобы джинсы были темные, без потертостей. Ну, без дырок, без сила. Да, без дырок, да, там. Если дырки рассматривать, то это, ну, можно какую-нибудь фактурную историю. Вот такое вот будет круто с джинсами. Да, то есть не строгий. Здесь должна быть, если ты строгий, сверху, снизу тоже. Должно быть все строго. Как-то так. А деловая встреча? То есть встреча, ну... Деловая встреча, это... Ну, да, да, ну, да, да, что уместно там. Ну, смотря какая сфера. Ну, то есть если я приду так же, расстегнутые пуговицы, просто в обычном костюме, в темно-синем, в черном или... Да, да, да. Белая рубашка. Почему белая? Потому что она самая, ну, как бы... Нарядность. Нарядность. Плюс это говорит о тебе, что ты, ну, чисто полный человек, что ты, как бы, ну, любишь быть аккуратным. Да, и поэтому... То есть у меня будет такая синяя, там, ну, конечно... Ну, я имею в виду самый лучший вариант. А, то есть можно любую, естественно. Полосочку. Да, можно... Галстук снимаем и аккуратно заменяем на платочек, и это очень хороший такой момент. Допустим, еще у наших, допустим, костюмов, можно, если ты идешь в ресторан на встречу, там, с друзьями, с девушкой, тоже вроде ты официальный, галстук снимаешь и поднимаешь внутреннюю подкладку пиджака, и все. Ты совсем другой нарядный... То есть если... Это такой лайфхак, если нет... Да, да, да. То есть таким образом можно обыграть... То есть, в принципе, на деловой встрече платок вполне уместен, да? Да, да, да. Ну, если она неформальная деловая встреча. То есть если не к президенту, да, пошел? Да, да. Неофициальная, точнее, встреча. Так что так. Официальная встреча, естественно, это обязательно. Самый правильный костюм этот темно-синий, белая рубашка и однотонный галстук. Ну, можно с какой-то небольшой фактурой, да, но без ярких драконов, Ну, понятно. Бабочек, лошадок. А обувь? Ну, обувь, ну, у меня это... Я сейчас не в такой удобной для работы... Ну, я к тому, что под синий-черный костюм черная обувь... Ну, конечно, должна быть одна пара обязательно. Это черные Оксфорды, если... Оксфорды. Я сейчас просто помогать, ой, показать себе не смогу. У меня сейчас все забрали вне. Ну, это... То есть закрытая шнуровка Оксфорды. И вторая пара, это коричневые можно... Дерби, там вся разница от шнуровки. То есть... Я только Double Strap Monk люблю вообще. Да, ну, Monk это третья модель, которую можно тоже... Три пары ботинок. Значит, под темный костюм, естественно, надо темная обувь. А может быть, темно-коричневая, синие, черная. Мои Double Strap Monk... Прекрасные Monk с синими носками, да? С синими носками, классными носками. Я, кстати, черную обувь в жизни не носил. Но черная нужна. Я тоже никогда не носил, но... Сейчас понимаю, что нужна. Потому что встречи разного рода. Там, идешь в администрацию президента, там, на сочинском форуме. Ну да, там... С темно-коричневый это не очень, да? Ну, вообще, да, там лучше... Блин, черная обувь такая вот скучная, мне кажется, ужас. Она строгая, она строгая. Да, да, здесь же мы не говорим про каждый день. Мы говорим про определенный случай. Вот, если мы модники, то мы, конечно, черные... С дубордными костюмами. Да, да, так что... Ботинки черные прямо... Ну, в принципе... Ну, черные надо иметь. Проги можно, но броги нельзя под костюм особо. Как классический... Да, это зимние вообще так лучше. Не про лето. Не про лето. Летом лоферы, без шнурков. Прекрасно. И не холодно, точнее, не жарко. Да, ну, здесь, знаете, просто можно говорить много и про осень-зима, дресс-код, и вообще гардероб. И про весна-лето. Это вообще две разные... На этом расскажем уже в других видео. Да, да, две разные темы, реально. Просто огромное количество рубашек. Не всяких. Воротников. Воротников, да. То есть, в чем вот разница и все ли... Ну, здесь вот половина воротников. У нас где-то около 30 вариантов есть. Каждый воротник под определенную шею, под определенный запрос. Да, есть и вечерний. Это вот как раз black tie. Вот это можно под тапочку. Нет, это просто такой модненький white spread. То есть, широкий разлет. Они есть разные, эти широкие разлеты. Основной наш воротник, который мы обычно делаем, это cutaway. Это французский на вороте. Да, да, да. То есть, у него средний разлет. Лан-ван такие делают. Ну, много кто делает. Да, и он оптимальный и с галстуком, и без галстука носить. Также есть button down. То есть, это мы делаем более кэксуальные сорочки. Там, в клеточку, ну, из денима. Вот, также есть классический, допустим, вот кент. В последнее время итальянцы любят этот воротник очень. Вниз опущен. Да, он очень хорошо. Но его минус какой, что в расстегнутом виде он немножко так смотрится. Некрасивый. 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 Он как бы, да, да, торчит в разные стороны криво. Но с галстуком шикарно. А вот такие есть закругленные. Закругленные. Это такой английский стиль воротника. То есть, в Англии он в свое время был популярным. Вот. Ну, это такое более кэжевальное. Это ближе к button down. Там с какой-то фактурой интересной. Ну, под джинсы этот воротник. Вот. Так что, также зависит стойка. То есть, если у человека длинная шея, как у меня, допустим, можно стойку повыше. Вот я делаю себе 4,8. Вот сейчас заказал себе 4,8. То есть, это очень хорошо смотрится. У тебя лучше вообще 3,2 делать. Покороче, да? Да, покороче, чтобы... Он у тебя вот не поднимался и не закрывал тебе щек. А у меня? У тебя можно 3-4 сантиметра. Средняя, да. Ты на шее. Нормальная шея. Яркая на шее. Вот. По поводу, что еще? Есть разная жесткость воротников. Есть мягкие, это вот на летние. Есть чуть пожестче. Есть жесткие, прям вообще жесткие, при жесткие. Также разные манжеты, там запонки, запонки. А вот, во, у меня такой вопрос. Да, да, тоже. Да, один вопрос. Вот, можно ли одевать рубашку с запонками под джинсы? Можно, если эта рубашка соответствует джинсам. То есть, официальную белую рубашку под джинсы я бы не рекомендовал одевать. Это как-то диссонансом есть. Ну, вот какую, например, рубашку можно все-таки... Это можно, допустим... Из каких тканей? Или какой хотя бы... Сейчас покажу. Это можно... Вот что-нибудь вот такое. Допустим, вот какую-нибудь... Клеточку, вот такую фактуру, да, вот такие вот клеточки, вот такие вот, вот такие вот. Вот это все можно делать с сорочки, ну, или покупать сорочки с запонками и носить их с джинсами. И прекрасный будет вариант. А белую под запонки и джинсы как-то это неправильно. Вообще, запонки тоже считаются достаточно максимально формальной сорочкой. То есть, это вот под темно-синий костюм, официальные какие-то мероприятия. Ну, понятно, что я не пойду, например, в министерство, да, с запонками в виде черепов. Ну, и также торжество, то есть свадьбы, там, всякие премьеры, всякие... Данял вратник у тебя. Розовый, так чей? Розовый? Да, розовый. А, 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 все, понял. Тогда тебе, окей. Так что запонки уместны в официальных случаях только. Либо в торжественных. На торжество обычно там хорошие, дорогие одевают, с камнями. Там всякие... С черными бриллиантами. С черными бриллиантами, там, все как надо. Особенно там... Восточные ребята очень любят это дело. Восточные. Да. Так что, ну, по аксуарам все, в принципе, по галстукам. Не только еще восточные, еще эти... Афра. Афра. То есть, на деловую встречу я прихожу, у меня должны быть такие скромные, ну, то есть... Да. Консервативные запутки, да? Да, совершенно верно. Никаких там... У меня, кстати, есть леопарды очень нескромные. Доловый леопардов. Ну, а вот куда-нибудь в ресторан. Да, ни разу в жизни не одевал их. Ну, допустим, у меня есть... Смотрите, вот, допустим, вот эти запонки в такой форме я бы одел бы с рубашкой в клеточку, да? С каким-нибудь твидовым пиджаком, да? Да, такой бритиш стайл. А вот это максимально официальные запонки. Перламутр, да? Да. Да. Это как раз из той истории. С перламутровыми пуговицами. Да, да. То есть, ничего лишнего, не надо провоцировать. Да, не надо провоцировать. Так что вот так. И вот знаешь, что хочу еще спросить? Такой самый последний, наверное, вопрос. Это тренды. Есть какие-то в костюмах у вас? Какие сейчас тренды? В трендах... По трендам, точнее. Тренд в последнее время это шить костюмы. То есть, тренд в костюмах, их шить. Вот. Потому что сейчас эта тема очень развивается. То есть, многие готовые бренды уходят в пошив. То есть, у них часть товара готовый продается. Пулловеры, джинсы, брюки, а костюмы, они все переходят на пошив. Так что, это основной тренд. А так, это все зависит от стиля жизни. У каждого он свой. И под каждый стиль жизни можно собрать свой гардероб. То есть, сейчас такой темы, как мода, да? Ну, это для девочек. Понятно. Это мужская тема, это про стиль, да? Да, если мы говорим про мужчин. Да. Классно, да? Офигенно получилось, да. Офигенное интервью. Очень. Я бы умел, конечно. С вами был Куликов Дмитрий. Александр Аникиенко. Данила Джига. Icon Suit и Finance Boutique. Пока. Всем пока. Спасибо, что смотрели. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...